Игнатий Егоров по профессии художник-дизайнер. Занимался дизайном интерьера, даже писал картины. Но вот уже который год работает не по своей специальности. Однако душа все равно требует создавать красивое. Ведь наш герой рисует с самого детства и творит для него. Это в порядке вещей. Меня с детства интересовали корабли. Я очень много моделей делал в детстве. Марки копил, именно парусные корабли. Потом как бы это пропало с возрастом. Мангал наш устарел. Я решил сделать новый мангал. Сначала сделал макет обычный мангал. Потом думаю, я же все-таки художник. Надо сделать какой-то красивый мангал. Потом в виде корабля начал делать. Я сначала планировал просто железно сделать. Потом пушки сделал, потом покрасил. Краска огнеупорная, кстати. Она не горит. Вначале, конечно, появилась идея. Потом изучение каждой детали. Затем бумажные, деревянные макеты. Я вот слышал про корабль Фрэнсиса Дрейка. Пираты знаменитые. Потом его нашел. Снял с него размеры. Лекало взял в интернете. Потом сделал этот макет. Распечатал на пленке его. На фонеру нанес. На фотографиях есть. Потом вокруг него делал лекало. Маленькие. Металл так трудно гнуть. Не загнешь целый лифт. На какие полоски. На мангале видно, кстати. Вокруг него гнул. Потом металл так гнул вокруг. Здесь прижимал, чтобы он полностью форма соответствовала модели корабля. Настоящей. И потом их отдельно сваривал. Занимался он мангалом не спеша. С декабря только по вечерам в будние дни. Каждая деталь продумана и исполнена. До самых мельчайших подробностей. Якорь, колокольчик, штурвал. На одну пушку целый вечер уходит. Очень сложно. Вот эту тоже целый вечер. Я ее делал где-то с 6 до 11. Частою занимался. Сложным было. На вот эти детали где-то уходило. Поменьше. По 3-4 часа. Вот ее загнуть, приварить, покрасить, обточить. Изначально был кодштурвал алюминиевый. Я первый, когда кодшер зажег. Кстати, вот здесь у меня шампуры стоят. А вот здесь для дров. Это специально. Сюда дрова ложь. И вот когда дрова ложил, алюминиевым штурвал у меня сгорел. Потом я сделал металлический штурвал. Вот он не сгорел. Корабль «Золотая лань» широко известна людям, которые интересуются кораблестроением. И на этом Игнатий не собирается останавливаться. В планах творить и творить. Следующий мангал я буду делать. Ретро-автомобиль. Бентли 470. Полностью название забыл. Но у меня уже чертеж есть. Я уже спроектирую полностью. А потом корабль. Корабль вместе с королевой Анной. Который принадлежал Черной Бороде. Очень красивый корабль. Он примерно такого размера будет. Он шикарный такой. Он чуть пошире. Сам корабль внешне очень красивый.